Братья и сестры, здравствуйте! Святой Рождественский пост. Ну, во-первых, пост подтверждает практически нашу принадлежность к Матери Церкви, и мы проявляем некое благое послушание, и видно, что мы дети Церкви. Дети Церкви. Это через пост видно, как бы, может быть, лучше или там в ряду нескольких лучших вещей. Поэтому с точки зрения верности Церкви нужно поститься. А как верующим нужно относиться к посту? Значит, когда начинаются какие-то сложные вещи в истории, там, или мор, там, или голод, или угроза от нападения врагов, или что-нибудь еще, говорили так, значит, начинаем поститься. Как в книге Иоэля пишется, объявите пост, назначьте собрание. Пусть старцы плачут в притворе вместе с юношами, там, и детьми. Давайте, как бы, умоляйте Бога постом и молитвой, преклоняйте его на милость. Если ты серьезно переживаешь о ковиде, имеешь веру в Божию, ну, постись ради Господа и ради прекращения беды. Если ты, например, переживаешь о Церкви Божьей вообще, о том, чтобы Господь высловывал делателей на жатву, потому что жатвы много, делателей мало. А еще, кроме того, значит, вы же хотите, наверное, чтобы у вас была вера. Если вы не хотите, чтобы у вас была вера, если вы не имеете веры и не желаете, чтобы она была сильней, то вы зря живете. Зря живете. Вы думаете, что вы вот этой ерундой будете заниматься, там, политическими прогнозами, экономической аналитикой, там, еще что-нибудь, новостями с арены спорта. И так вот все, жизнь будет так вот все. Нет. Смерть все прекратит, перережет эту ниточку. Вот. Вам придется отвечать за совершенно другие вещи. Надо иметь веру Божию и желать, чтобы она была сильнее. И вот мы в этот период предрождественский, мы движемся к пещере Рождества, к этим яслям вифлеемским, где возлег рожденная девой без семени зачатой Господь Иисус, младенец, который пришел мир спасти. Мы туда идем вместе с волхвами, если хотите, этими персидскими магами, которые взяли себе золото ладаны смирные и пошли к вифлеемской пещере. И мы туда тоже идем. И нам нужно пройти пост, как некое такое поприще внутреннего путешествия. Путешествовать же можно, не сходя с места. Если я сижу на месте, но при этом я внимателен к своему сердцу, и я пытаюсь молиться, вспоминаю прошлое и каюсь, думаю о будущем и заранее молюсь Богу о помощи, то я совершаю внутреннее путешествие, я движусь, я совершаю движение. Понимаете? То есть мы движемся к вифлеемской пещере, к Рождеству. У нас как раз многие найдут веру в рождественскую ночь. Многие пройдут, постясь и молясь, так сказать, с Евангелием в руках через весь этот пост рождественский до ночи рождественской, и найдут для себя Иисуса. Боже, я до сих пор не знал раньше, я не чувствовал раньше этого. А теперь я почувствовал. Христос пришел в мир, чтобы всех спасти. И меня спасти. Я как будто услышал это ангельское пение. Слава Вышних Богу! И на земле мир в человеческих благоволении. Я же не слышал его раньше. Да многие вообще не слыхали ничего этого. Как Господь Иисус говорил евреям, что вы не знаете Отца Моего, что вы ни голоса Его никогда не слышали. Не читали ничего, что ли? Хотя читали вроде. Надо иметь деятельную, живую, настоящую веру. И она как раз в Рождество может подариться человеку. Но что важнее Рождества и Пасхи? Ничего. А почему перед Рождеством пост, перед Пасхой пост? Для того, чтобы ты прошел внутренний путь к пещере Рождества и к гробу Господню, к Голгофе и гробу. И чтобы ты узнал, что Он пришел во спасение наше и воскрес для оправдания нашего. Так что вот как ни крути, как ни верти, опаститься нужно. И за церковь, и за семью, и за себя грешного, и за всех людей, и за прекращение этой ковидного безумия там со всеми этими заразами новыми и старыми. И за то, чтобы далась тебе вера настоящая, без которой человек просто даром живет. Вот, понимаете, как обидно, что жил, жил, как бы, помер и даром, даром. Как будто ты не бессмертен, как будто ты не вечен, как будто ты не бесценен. Жил, как бы, и свалился, как бы, как Чичибабин такой писал. И мясо в яму, как бы. И аминь. Это нельзя так. Так нельзя. Так нельзя. Паститься, молиться. Пастись, молись, слушай, радио радости. Такой был мем такой. Я с ним согласен. До свидания.